Всем доброе утро, спасибо, что пришли, спасибо, что вы не загораете на палубе, а сегодня с нами в этом зале. Секция вторая еще, наверное, более глобальная, интересная и, наверное, более серьезная, чем первая. Поговорим мы о войне и мире, и хочется пригласить на эту прекрасную за панель уважаемых экспертов. Александр Гостева, эксперт, ведущий, главный антивирусный эксперт Лаборатория Касперского. Гарольд Бандурин, директор такой никому неизвестной компании, директор по IT, никому неизвестной компании Росгидро. А можно я представлю Алексея Лукацкого, менеджера по развитию бизнеса ЦИСК, а также известного блогера, чей блог мы с удовольствием читали на компьютере. И Алексей Смирнов, генеральный директор Альтлинукс. Уважаемые эксперты, значит, о чем мы говорим? Война и мир, про что это? Актуально, неактуально? Сейчас, наверное, многие читали, слышали все эти шумихи про кибервойны, кибератаки. Страшное слово StaxNet, наверное, мелькало где-то. Нет? Это страшный вирус, который отбросил несколько лет назад атомную программу Ирана, которую пытались ликвидировать военными средствами, но решили, что слишком дорого и хлопотно. А вот с помощью маленького невинного вируса, ну не очень маленького, не очень невинного, на который, говорят, потратили несколько миллионов долларов, удалось отбросить эту программу на несколько лет назад. И, в общем-то, сейчас некоторые спят немножко спокойнее, а некоторые наоборот. Я думаю, что сейчас более подробно расскажет главный антивирусный эксперт в лаборатории Касперского Александр Гостев с небольшой презентацией, некая ретроспектива, обзор, что, когда и почему происходило, ну и некая информация именно про StaxNet. Александр. Добрый день. Давайте попробуем действительно как-то чуть взбодриться и переключиться на несколько другую тему, в отличие от социальных сетей. И то, что всем довольно близко и понятно, попробуем поговорить о делах государственных. Назовем это так. Ну, вам, наверное, раздали инфографику. Там приведена некая статистика применения кибероружия и киберинцидентов за ряд прошедших лет, буквально с 1982 года, когда взрыв на советском газопроводе до сих пор некоторыми экспертами считается первым проявлением использования компьютерных технологий для нанесения физических, ущерба. Было это правда или нет, я думаю, мы уже никогда не узнаем, но тем не менее. Компьютеры развиваются, все больше и больше получают свое применение в различных инфраструктурах, в том числе и государственных, и военных, энергетических и так далее и тому подобное. Понятно, что все больше и больше появляется желающих использовать эти методы в собственных целях. Ну и большую часть моей презентации как раз собираюсь посвятить проблеме кибероружия и начать именно с червястаксной, о котором уже сказали. Наверное, это был самый громкий инцидент прошлого, 2010 года. И это не просто громкий инцидент, это действительно такой рубеж, за который другие, не просто другие, а вообще все страны мира старались не переступать. Это была некая черта, во многом моральная. Но, в общем, так или иначе, этот рубикон был пройден и выглядело это все вот так. Так, большой переполох в маленьком Иране, он же Stuxnet. Собственно, что вообще было? Что же это было? Да, Stuxnet был обнаружен в июне прошлого, 2010 года, буквально исполнился один год с момента его обнаружения и практически сразу попал в поле весьма пристального внимания антивирусных компаний. Что же это было такое на самом деле? На 100% ответа до сих пор нет. Прошел практически уже больше года, как я сказал, но исследования все еще продолжаются. 100% понимания его кода нет сейчас ни у кого. Но, тем не менее, что мы уже об этом можем рассказать? Изначально, возможно, многие из вас продолжают так считать до сих пор, считалось, что целью Stuxnet является Бушерская атомная электростанция в Иране. Почему? Потому что это наиболее, наверное, известный, освещенный в средствах массовой информации, ядерный объект Ирана, вокруг которого постоянно ломаются копья, туда не пускают комиссии МАГАТЭ. Россия помогает строить этот завод, поставляет туда топливо. Это был самый громкий, в общем, объект на территории Ирана, всем известно. Поэтому, когда был обнаружен вирус, и было понятно, что он нацелен на работу с некими промышленными объектами, первая версия, которая родилась у всех, это завод в Бушере. Но сейчас мы уже можем сказать, что это было не так. Бушер не являлся целью данного червя. Но что же было настоящей целью? Это как раз самая интересная часть этой истории. Понять, что делает эта червя, удалось только разобрав ее функционал. Если мы говорим, допустим, о нашей компании, лаборатории Касперска, у нас в анализе червя принимала участие группа примерно из 10 человек. Потратили порядка 3 месяцев, но так до конца и не разобрались. Другие антивирусные компании, Семантик, Майкрософт, также создавали подобные группы. И мы впоследствии уже работали неким объединенным коллективом. Какую-то часть червя исследовали мы, какую-то часть они. В общем, что он делает? Основной функционал червя заключается в управлении, в изменении настроек, работой систем промышленных контроллеров, которые отвечают за функционирование высокоскоростных моторов. По сути дела, это насосы используются либо в насосах, либо в газовых центрифугах. Что делает червь? Попав на компьютер, а в службе подобных устройств, он изменяет скорость вращения мотора. Сначала ее повышает весьма значительно, устройство начинает работать, вращаться гораздо быстрее. Затем сбрасывает стремительно, практически останавливает. После чего начинается цикл разгона снова. Если достаточно подумать и представить этот процесс в деталях, можно предположить, что рано или поздно это приведет к физическому разрушению устройства. Итак, что же было целью? Что же было целью Стакснета? Если посмотреть на эту карту, это карта ядерной промышленности Ирана. Здесь перечислены основные иранские объекты, но вот те самые высокоскоростные моторы, на которые нацелен Стакснет, имеются только на одном предприятии. Это, собственно, завод по обогащению урана в городе Натанзе. Завод этот являлся долгое время одним из наиболее секретных объектов Ирана. Не существовало даже никаких фотографий его, как он выглядит. Он был весьма засекречен. Вот эта фотография сделана из космоса в 2008 году. На заводе производится обогащение урана. Для чего это надо? Это то самое исходное вещество, которое необходимо, с одной стороны, для создания ядерной бомбы, с другой стороны, Иран заявляет о том, что все разработки в Натанзе ведутся исключительно с целью научного исследования ядерной проблемы и будущего развития ядерной энергетики данной страны. Вот эта фотография также сделана в 2008 году. Это уже, собственно, некий отчет иранских новостных агентств о визите президента на данный завод. А вот эти вот серебристые колонны, стоящие по краям от него, это есть те самые газовые центрифуги, в которых происходит обогащение урана. Что интересно, их там несколько тысяч, но они объединены в несколько блоков. В каждом блоке вот таких центрифуг 984, и они поделены под блоки по 164 устройства. Вот что самое интересное, в коде червяста Акснет видна четкая работа с модулями размером по 164 устройства. Казалось бы, весьма красноречивое совпадение. Вот так выглядит, собственно, эта самая центрифуга в разрезе, довольно схематично, но принцип действия довольно понятен. На самом деле Иран использует не собственные центрифуги, он завод Натанзи в основном оборудован при помощи пакистанских центрифуг, выпущенных в конце 70-го года, которые Иран нелегально купил у Пакистана. Они довольно старые, постоянно выходят из строя, они как-то там латают, даже и без применения какой-либо кибероружия. У них процент выхода из строя устройств довольно высок, но суть не в этом. Суть в том, что вот здесь, вот сам внизу, как раз и находится тот самый мотор, который обеспечивает вращение. Данные центрифуги, как я сказал, весьма старые, не способны обогащать уран до действительно серьезных показателей. Чтобы сделать ядерную бомбу, необходимо обогащение урана минимум до 90%. Вот на таких центрифугах у Ирана до сих пор получалось обогащать максимум до 3%, но они обещали улучшить мощность и получать примерно 20% уран. В общем, поставьте себя на место некоего соседа данного государства Иран. У вас есть страна, которая создает ядерное оружие, весьма очевидно, которая обогащает уран, которая всячески стремится к получению бомбы и говорит, что рано или поздно она ее будет применять. Что вы будете делать в этой ситуации? Вот посмотрите тоже на фотографии из космоса. Вот там город Натанца, вот там, собственно, это самая фабрика по обогащению урана. Вариант решения проблемы, традиционный для современного мира, нанесение воздушного удара с воздуха, бомбардировка объекта. Можно вспомнить историю 2007 года, когда Израиль разбомбил аналогичный ядерный объект на территории Сирии, отправив туда полк бомбардировщиков. Но вот в случае с Натанзом ситуация выглядит несколько иначе. Во-первых, подобный вооруженный конфликт весьма чреват осложнением ситуации во всем регионе явно вызвать недовольство всех стран мира. Во-вторых, есть проблема, связанная с тем, что вот еще одна фотография, также схема, это расположение зенитных установок вокруг данного завода. Он весьма хорошо защищен от атак с воздуха. И любая потенциальная атака, в принципе, чревата потери как минимум одного, а может быть и нескольких самолетов стоимостью в десятки миллионов долларов. Начинается простая экономика и математика. Что дешевле, что выгоднее. Ну и вот кто-то нашел способ, как вывести объект из строя, не прибегая к традиционному оружию. Было создано нечто. Но вот хочу привлечь ваше внимание к этой статье, опубликованной в израильской газете в 2009 году, в июле. Здесь американский эксперт говорит, что вредоносная программа, которая может выводить из строя заводы предприятия по обогащению урана, в принципе, может быть создана. И здесь буквально прямым текстом говорится о том, как она может быть распространена. Флэшки будет достаточно, говорит американский эксперт, и говорит он это в июле 2009 года. Более чем за год до обнаружения червя стаксной. И то, что он здесь говорит, практически полностью описывает то, как этот червь работает. Но, что самое интересное, в июле 2009 года, вот когда эти слова были опубликованы, червь уже существовал. Уже примерно на протяжении одного месяца и активно в тот момент уже заражал предприятие на территории Ирана. Собственно, червь представляет из себя, по сути дела, вот такую ракету, у которой есть некая часть носитель топливная и боеголовка. Собственно, есть код, который отвечает за распространение, и код, который отвечает за выполнение всех тех действий с этими самыми центрифугами. С нашей точки зрения, в разработке данного червя, мы считаем, что кодовым названием всей этой операции было слово МИРТ, МИРТУС, принимало участие как минимум 3-4 команды, объединенных вот примерно в такие группы. То есть за создание самого кода червя отвечало примерно 3-4 человека, код, который обслуживает, выводит из строя газовые центрифуги. Писало 2 человека. В черве было использовано 5 зеродеев, написание кода, для которых также необходимо было обеспечивать отдельные группы. Ну и кроме того, конечно же, несомненно, обошлось без тестеров. Такой большой, сложный, вредоносный комплекс, его нельзя просто написать и выпустить, его необходимо тщательно тестировать. Я думаю, в общем, можно сравнить разработку подобной программы с написанием любого софта, с project-менеджерами, с бизнес-группами, с группами, которые отвечают за выпуск обновлений, за поддержку и так далее. То есть полноценный процесс выпуска софта. Порядка 20 человек должно было бы задействовано в данной операции по созданию червя, но расходы, сколько могло это дело стоить, я думаю, вполне могли уложиться в несколько сотен тысяч долларов. Достаточно много, не под силу, доморощенным хакерам, которым просто от нечего делать, создавать такие вещи. Собственно, кто может подобные расходы себе позволить, я думаю, вы себе представляете. С другой стороны, несколько сотен тысяч долларов, это все-таки гораздо меньше, чем несколько десятков миллионов стоимости сбитого бомбардировщика. Собственно, здесь небольшая хронология того, как это было. Операция началась, по нашим оценкам, еще в ноябре 2008 года, когда еще до создания кода червя уже были подготовлены, созданы, зарегистрены в интернете и размещены в будущие центры управления данным червем. После чего в июне 2009 года началось распространение первого варианта червя. Потом, чуть позднее, в начале 2010 года, было создано две новые версии червя, которые попали в поле зрения уже антивирусных компаний. Что самое интересное, вот эти центры управления, с которыми должен был взаимодействовать червь, они были зарегистрированы, куплены домены, куплены анонимно через прокси-сервисы, но проплачены были на срок два года. То есть их делегирование стекло совсем недавно, в январе 2011. То есть вся операция, в принципе, видимо, не рассчитывалась на гораздо больший срок и должна была пройти достаточно быстро. Распространение проходило, как я сказал, всех трех вариантов, соответственно, в три стадии. В ходе первой атаки в июне 2009 года были атакованы две организации на территории Ирана, и потом червь стал распространяться уже через них. То есть они выступили источниками первоначального заражения. В марте 2010 года была выпущена вторая версия, нацеленная на одну организацию, она вызвала наибольшее число заражений. Ну и в апреле 2010 года уже как добивающий удар, была выпущена еще одна версия, которая атаковала три компании на территории Ирана. Вот, собственно, оказался ли червь успешным, да, вот такие затраты, такие сложные технологии, стоила ли овчинка выделки и получили создатели этого червя то, чего они ожидали. Вот здесь есть официальный отчет МАГАТЭ, в котором есть информация о количестве блоков центрифуг в Натанзе и статистика их работоспособности по некоторым периодам времени. Вот можно увидеть, что в период в ноябре 2009 года, допустим, сколько получится, пять месяцев после создания первой версии червя, произошло, собственно, падение, да, количества центрифуг, которые находятся в работе. А впоследствии, да, они вообще, несколько блоков были полностью отключены и не обогащали уран. А вот это более, наверное, наглядный график, это статистика по произведенному урану на данном заводе. Вот здесь видно вот это вот падение, приходящееся как раз на период октябрь-ноябрь 2009 года, когда производительность упала на минимум на 30%, и по оценкам ряда экспертов, как раз было очевидно выведено из строя порядка тысячи центрифуг. Ну, собственно, вот тот самый блок, да, из 984 устройств поделегли на 164. Ну, вот цифры показывают, что вероятнее всего это и случилось. Да, червь достиг своей цели и вывел из строя как минимум один каскад. Собственно, оказалось ли это успешным в глобальной перспективе? Ну, смотрите, есть статистика, вот сентября 2010 года Иран сказал о том, что он уже смог получить 22 килограмма высокообогащенного урана. 22 килограмма, ну, чтобы вы представляли, насколько я помню, для создания грязной бомбы вот такого количества и урана, обогащенного до 20%, в принципе, достаточно. Да, это не полноценное ядерное оружие, ну, грязной бомбы, которая может вызвать весьма серьезное заражение. Вот это уже годится. Понятно, что вся эта ситуация крайне серьезно беспокоила все страны мира. А американцы, немцы, европейцы, все прочие азиатские страны, страны Латинской Америки стали реагировать. Да, сейчас мы видим о том, что буквально каждый месяц все больше и больше стран мира провозглашают, либо официально признают существование у них неких специальных киберподразделений, призванных не только для защиты собственного киберпространства, но и для разработки программ, призванных для нанесения некого ущерба в киберпространстве. Вот здесь генерал Кит Александр, руководитель американского центра киберкомандования, выступая перед Конгрессом США в апреле этого года, буквально прямым текстом и заявил, что мы считаем, что государства уже активно создают вредоносные программы, способные наносить ущерб, сравнимый с нанесением ракетного удара. Вот со всем этим возникает вопрос. Что же будет дальше? К чему все это приведет? И самый главный вопрос, насколько это касается России. Готова ли Россия к подобным угрозам? Имеются ли у российских государственных органов и спецслужб соответствующие инструменты не только для защиты, но и для атаки? И вообще, насколько наша промышленность и наши критические объекты уязвимы к подобным видам атак? Вот об этом, наверное, и поговорят наши другие приглашенные эксперты. Спасибо. Александр Доналов. Спасибо, Александр. Ну, наверное, начнем с Алексея Смирнова, представителя, генерального директора Альт-Клинокс. Насколько действительно какие-то есть разработки, нет разработок? Про национальную операционную систему многие говорят, правда? Много уже лет. В какой стадии сейчас это находится? Когда это будет внедряться? Наверное, прокомментируйте, пожалуйста. Микрофон. Давайте говорить все-таки не о национальной операционной системе, а о национальной программной платформе. Национальная операционная система, я не знаю, что это такое. Смотрите, что происходит. Значит, когда происходят какие-то построения систем, всегда есть возможность, если вы строите из кубиков, которые не очень известны, как устроены, это некоторые черные ящики для вас, то всегда есть возможность, что они поведут себя непредсказуемым образом. И не только в случае, если какие-то злоумышленники этим воспользуются, но их полноправное обслуживание не пройдет. Если вы посмотрите на Яндекс, Гугл, они строят свои системы на свободных программах. Почему? Потому что они не могут ожидать, пока вендор внесет нужные изменения в те ответственные сервисы, которые они ведут. То есть, не имея возможности изменять программу, ее развивать, вы не можете давать ответственные сервисы и не можете в ответственных местах эти системы применять. Дальше, если говорить... Фактически речь идет о чем? Что да, если есть уязвимости, можно пытаться закрыть их снаружи, блокируя атаки, а, так сказать, все-таки хороший способ это исправлять те ошибки и уязвимости, которые есть. Я не говорю там про социальную инженерию, это особая статья. Насколько это реально? И почему, когда говорят про национальную программную платформу, говорят сразу про свободные программы? Ну, во-первых, национальная программная платформа, технологическая платформа НПП включена в перечень приоритетных национальных платформ, технологических платформ, речь идет как о базовом свободном программном обеспечении, так и об отечественном, несвободном, проприетарном программном обеспечении. Почему говорится о свободном в первую очередь тут? Потому что, если брать свободные программы, то тут есть опыт интеграции большого количества программ, которые пишутся при помощи разных средств, разными командами разработчиков. И фактически есть механизм, который позволяет, чтобы потом все это более-менее работало вместе. Поэтому, если говорить о такой серьезной интеграции, то вот эти технологии хочется максимально использовать. Ну, а вот вчера мы обсуждали, коллеги сформулировали хорошо, что да, хорошо разрабатывать медицинские средства, но все-таки надо мыть руки перед едой. И на самом деле создание, разработка национальной программной платформы – это вот мытье рук перед едой. Можно-то спросить Алексея Лукасского по поводу мытья рук перед едой. Я подозреваю, что у всех людей, которые мы зовем власть поддержащими, у них первая мысль – а давайте-ка мы все тогда сетевые соединения и все будем обеспечивать при помощи отечественного оборудования, а не импортного. Вот что по этому поводу думает человек из ЦИСКа? Ну, я хотел бы сказать, что на самом деле власть, придержащая люди, прекрасно понимают, что поменять сейчас все западное оборудование на российское невозможно ни финансово, ни технологически. И есть желание контроля того, что используется сейчас с точки зрения различных вопросов, в том числе и с точки зрения национальной безопасности. Поэтому наиболее серьезные игроки этого рынка, в том числе и мы, сейчас собираем ряд своего оборудования на территории Российской Федерации по документам, согласованным с нашими регуляторами в области безопасности, в первую очередь Федеральной службой безопасности. Поэтому можно долго, наверное, говорить о том, что давайте создадим свое, и это будет выглядеть патриотично, но успеть и сделать то же самое, что сделали западные вендоры на протяжении последних 20, а может быть и больше лет, сейчас достаточно проблематично, сложно, нет возможности, ресурсов, люди многие уехали, кто-то остался, но их всех не хватает на то, чтобы обеспечить такой же уровень. Гораздо выгоднее и эффективнее и проще, на мой взгляд, это контролировать то, что сделано там, может быть, с какими-то доработками под требования российских регуляторов для наиболее критичных применений. Что же касается программной платформы, о которой достаточно много говорят, то не надо забывать, что любая программная платформа работает на какой-то аппаратной части. В России аппаратной части в массовом масштабе нет, не было и, наверное, уже не будет никогда. Ну, может быть, такой пессимистичный сценарий, но мне кажется, это именно так и будет. И в качестве примера, что ни одна страна от этого не застрахована, вот буквально сегодня опубликовали новость о том, что вооруженные силы США столкнулись с тем, что 59 тысяч микрочипов, закупленных в Китае, оказались закладками. То есть, какие бы программные средства сверх этого они не использовали, установленные поверх, разработанные в закрытых лабораториях операционной системы приложения и так далее, направленное воздействие на данный микрочип может в час икс сработать и привести к выходу из строя всей системы. Именно поэтому в Соединенных Штатах Америки есть отдельная программа именно по проверке аппаратной части закупаемых микросхем. То же самое есть на самом деле и в России. И вот я упомянул, что оборудование нашей компании разрабатывается по документам, согласованным с ФСБ, в том числе проверяются на такие аспекты. Поэтому, да, мы западный вендор, но при этом мы готовы и, собственно, работаем в соответствии с российскими реалиями. Поэтому боятся западную компанию, которая готова идти на контакт с российскими регуляторами, не стоит. Спасибо, Алексей. Гарль, представитель крупной производящей компании, правильно? Вы для себя видите какую-то проблему, угрозу, в потенциале эта угроза будет стоять сегодня, завтра, послезавтра? Это первый вопрос. Если она действительно есть или стоит, каким образом вы готовы и будете ее решать? национальная программная платформа либо Вопрос такой задан таким образом, на который правильно не ответишь. И да, и нет. Почему да, технологическая автоматика устроена примерно так же, как и те сети, которые здесь обсуждались предыдущими выступающими. Там тоже самое, тоже IP, тоже идет управление, тоже возможно что-то перехватить. Там те же самые сети, только сегодня у них где-то гальванические, а где-то логические развязаны от сетей публичных, то есть интернет, а где-то там это какие-то особые VPN. Соответственно, там тот же Windows, те же Unix-образные контроллеры, то есть есть Windows-образные, то есть там на самом деле ничего нового нет с точки зрения Сименс используется, тот же самый, ПЦХ-7 тоже используем, Симатики те же самые используем. Поэтому проблемы те же самые существуют. И это да, безусловно, да. То есть там можно получить те же очень кратные проблемы. Это не то, что блогер, то есть или упал какой-то отдельный сервер, если упадет какая-то отдельная, например, электростанция в стране, даже не Гидра, любая иная, или какой-нибудь комплекс противоаварийной автоматики, все будут без света. И здесь есть масса, о чем нужно говорить и о организационных вещах, как это восстанавливать быстро. Там ни один блокалок быстро не восстановился. Те же самые программные комплексы довольно долго снюхиваются друг с дружкой, пока все это дело, ну, как поднять сервер, но очень тяжелый, очень большой, разнесенный построен. Почему нет? Потому что на сегодняшний момент вот очень таких уж замкнутых глобальных систем управления в стране нет. Ну, не то, чтобы их не будет, они развиваются сейчас, но вот так, чтобы можно было в одно место где-то там нажать и все сразу упало, то есть такой-такой точки нет. И слава Богу. Но в той или иной мере это, скорее всего, появится, возможно, не такое централизованное, как вот там, если кто-то знает, после 11 сентября там американские военные же очень сильно пересмотрели там логику жизни, они убрали все централизованные точки и сейчас это такая вот некоторая энтропия, то есть там, где нету такого узла, в который можно было бы выйти и уничтожив этот узел и безглавить там, например, целую страну. Там уже такого нет, они вооруженные силы перестраивают. И систему управления свои перестраивают. А что касается, кто этим должен заниматься, тут тоже сложная штука. Понятно, что компоненты будут, скорее всего, не отечественные, то есть мы не успеем догнать и вряд ли догоним. но сама система управления, например, энергетика, она точно должна быть национальной. Это означает, что инженерия по этому поводу должна быть проблемой государства, а не проблемой отдельных компаний. А отдельные компании, которые в этом участвуют, они должны исполнять определенные правила, в том числе и где-то в каких-то местах пользоваться операционными системами отечественными. Но я вам пример такой приведу. У нас сейчас это уже довольно известный факт. В 2009 году мы приболели, у нас был вирус Кида, Касперский нам помогал его решить, решили успешно. Но есть большая разница между тем, когда ты живешь здоровый и когда ты болеешь. И, соответственно, у тебя не хватает ресурсов, чтобы там все восстановить, локализовать те места, откуда идет распространение вируса. Заходил он, кстати, с Кавказа. Это вопрос от того, есть ли здесь какая-то ориентированность или нет. Похоже, есть. И в этот момент стало понятно, что нужно иметь собственные ресурсы, достаточно мощные для того, чтобы справляться с какими-то критическими ситуациями. Такие ресурсы начали делать, и вот было довольно много событий, которые там и Саяна-Шушенская, и ГЭС, и Баксан, где довольно за часы, часов за 20 мы восстанавливали работоспособность основных систем, связь, например, и так далее. Но я это все ввожу к тому, что в отечестве, то есть в народном хозяйстве, если можно так сейчас еще говорить, должны быть такие компоненты, которые производятся здесь, в этой стране, и которые при необходимости можно развернуть или встроить заранее, чтобы была альтернатива некоторым ключевым технологиям, которые есть там, аутсайд. потому что должна быть какая-то национальная система энергетическая, национальная газовая, национальная медицинская, почему нет, это тоже должно быть. Ну, тогда у меня все. у меня последний буквально вопрос к экспертам. Может быть, я просто вернусь к тому, что спросил Александр. Вот я, может быть, понимаю, это сложно комментировать вам, но все-таки просто интересно ваше мнение. Насколько Россия как государство, она, ну, точно так же, как пример, вот там, 12-15 развитых стран готовят специальные подразделения на уровне государства по защите своего киберпространства. Насколько наша страна к этому готова, не готова, или мы просто об этом не говорим, потому что мы чего-то боимся сказать? Ну, я прокомментирую, как представитель западной компании. Значит, нам бояться, на мой взгляд, ближайшие несколько лет нечего, потому что уровень автоматизации критичных инфраструктур, которые отвечают за, скажем так, национальную безопасность и тому подобные вещи, достаточно далек от идеала, поэтому атаковать такие системы либо невозможно, либо очень сложно, потому что уровень развитых стран серьезно отличается от нас. Поэтому сейчас наша отсталость, в общем-то, нам помогает, и мы не должны забывать о том, что нам... Да. Мы не должны забывать о том, что... Она нам всегда помогала. Всегда есть определенный ответ, может быть, он асимметричный, симметричный, с помощью других средств вооружения, которых в России, в общем-то, немало, хотя, наверное, меньше, чем в других странах. Поэтому бояться над этим странам, которые технологически развиты, но не имеют того вооружения, которое есть у вот этих 15 стран, которые были на слайде отображены. Вот. Что касается того, что делает Россия, то у нас есть определенные нормативные документы, которые описывают, как надо защищать критичные инфраструктуры. Они достаточно здравые, в отличие от многих других публичных документов, вот, которые выпускают наши органы. Там прописаны очень мощные вещи, достаточно эффективные с точки зрения техники, с точки зрения организационных процессов. Вопрос, как известно, в реализации. С реализацией, в общем-то, пока не все так хорошо обстоит дело, но вот в последнее время достаточно активные регуляторы на это стали смотреть, и, собственно, сами критические важные объекты стали смотреть в эту сторону. Но это, опять же, не так хорошо афишируется, и, наверное, это правильно, как делается на Западе. Вот это некая закрытость, которая идет с советских времен, что все вещи, связанные с безопасностью, находились под запретом. В России действуют, поэтому мы не всегда знаем о том, что у нас происходит под носом, а это происходит, и, в общем-то, будем надеяться, что у нас не произойдет того, что произошло в Иране, и не только в Иране. Закрытость действует, но у нас она закрытая закрытость. Еще есть что-то... Давайте... У меня реплика, если можно. Да, конечно. Говорили справедливо о том, что по железу в ближайшее время шансов догнать мало, но если все-таки двигаться в эту сторону, то начинать надо, на мой взгляд, с программного обеспечения, потому что никакое железо без программного обеспечения в нем же работающего не действует. И если эту цепочку начинать, то надо начинать с программного обеспечения. Дальше говорилось о том, что да, любой софт работает на железе, но есть различные платформы, в том числе процессорные, ну, ARM возьмите тот же, у которых архитектура открыта. Ну, в каком смысле? То есть можно получить лицензию, можно... Есть прецеденты, когда ARM-овская архитектура полностью реинжиниринг делает, как Marvel, например. Кстати, процессоры, которого работают, насколько я знаю, на младших и средних цисках. То есть, вообще говоря, в принципе, механизм, который позволяет достаточно глубоко контролировать и железо, он в принципе существует. Спасибо. Спасибо. Я предлагаю вопросы из зала. Буквально вот у нас есть... Я все-таки, как слезший из бронепоезда, упор на своем. То есть, действительно, нормативных документов очень много, и некоторые из них просто великолепны. Но в то же время нужны общесистемные, то есть, некоторые конструкции отечественные, которые бы позволяли бы на системном уровне обезопасить некоторые виды отраслей. Вот, возможно, это есть, мне об этом не очень известно, но последствия, которые бы говорили о том, что это есть, они должны выражаться в очень конкретных вещах. Есть учеба МЧС, есть учения МЧС, есть очень понятные регламенты и документы, которые объясняют, как действовать в случае, если тебя там затопило, взорвалась ядерная бомба, до сих пор есть документы. В случае, если, то есть, идет какая-то кибератака внутри технологической сети, внутри каких-то технологических, айтишных, сутэпэшных вещей, пока таких документов нет. Учений таких не проводилось. А поскольку мы все двигаемся, это не к вопросу фобии, это к вопросу здравого смысла, некоторого серьезного подхода. Поскольку мы все двигаемся к тому, что у нас грани между технологией и некоторой деятельностью, она немножко сращивается, даже не немножко, а очень, потому что это единая система управления. Ну, как бы, печень, почки есть, у каждого, они, в принципе, по отдельности работают, но система в целом, человек. Вот и здесь точно так же и тенденция. Мы сближаемся, и там и бизнес лезет и в социальные сети, и там скоро электроэнергию через них, наверное, будут продавать. Там сотовая связь туда лезет. То есть там и заказать себе еду можно, то есть там точно так же. Поэтому это означает, что сращивание, оно происходит в том или ином виде. Есть какая-то точка, например, плюс пять лет, когда это произойдет. Поскольку у нас технологические переделы, обычные, то есть вот то, что называется лайфсайкл, то есть он же в айтишном мире достаточно короткий, это пять-семь лет, в технологической автоматике десять-пятнадцать. Но, соответственно, для того, чтобы понимать, что тебе не побьют завтра, нужно сегодня понимать уже, как у тебя выглядит это завтра в некоторой системной конструкции. Вот здесь, мне кажется, надо бы поставить большой акцент по поводу того, как это должно выглядеть. Да, вопрос представьте. Олег Козырев, блогер. Я вообще себя ощущаю на презентации такой, знаете, гонки кибервооружений. То есть, в общем, явно мы вступаем в такую ситуацию, когда кибервойны в какое-то новое качество входят. То есть государство сюда, как игроки, начинает включаться, и, соответственно, те, кто борется с теми или иными государствами, в том числе, какие-то независимые, наверное, хакерские группы или анархистские, и так далее, и так далее. Хотел бы спросить вас, на ваш взгляд, топ-5 киберармий мира, включая, например, и независимые, может быть. То есть в каких странах самые сильные киберармии, на ваш взгляд, или, может быть, это такие независимые партизаны в топ-5 входят? Спасибо. Я полагаю, это ко мне вопрос, да? Смотрите, говорить о самых сильных киберармиях здесь весьма сложно. Можно ориентироваться на те события, которые попадают в средства массовой информации. И, я думаю, ни для кого не секрет, что наиболее массированное, массовое по числу участников и массированное по числу проводимых атак, это, несомненно, китайские хакеры. Китайские хакеры не только производят множество атак, они еще находят множество уязвимостей. Буквально пару лет назад был момент, когда половина всех новых зародеев, во-первых, с теми Windows и в офисе было найдено именно китайскими хакерами, впервые использованы в вредоносных программах, созданных ими. То есть китайцев я бы, наверное, поставил, несомненно, на первое место не только по активности, но, наверное, отчасти во многом по профессионализму того, что они делают. Что касается американцев, здесь ситуация весьма интересная. Американцы давно имеют ряд киберподразделений, в настоящий момент, если мне не знаю память, их насчитывается штук пять, в том числе и в составе вооруженных сил Министерства обороны, буквально три подразделения. Но американские, собственно, вот эти правительственные хакеры, так называемые, какое-то время назад, тоже два-три года назад, одна из этих групп приехала на один из хакерских чемпионатов в одной из стран мира, поучаствовать в общих хакерских соревнованиях, на общих условиях, состязаться с обычными командами. Заняли последнее место, не прошли даже первый уровень, но, очевидно, выводы из этого сделали соответствующие. Больше на мероприятия не ездили, но, наверное, тренироваться стали гораздо больше. Что же касается, допустим, Европы, здесь можно говорить о неком едином таком альянсе, в рамках НАТО. Они создали свой первый центр по киберзащите в Эстонии, в этом году откроется второй центр в Германии. Действительно, видим, что натовские силы активно пытаются учиться и создавать методы защиты, но вот интересный буквально случай произошел два дня назад, когда к нам в компанию на несколько общих списков рассылки пришло письмо от одного из американцев, работающих именно в Эстонии в этом центре по киберугрозам. Он нам радостно написал, дорогие сотрудники лаборатории Касперска, я тут написал книгу как раз о проблемах киберугроз, кибервойн и так далее. Вы можете бесплатно скачать вот с нашего сайта в Эстонии, либо вот она прямо к письму приложена в виде PDF-файла. Знаете, мы немножко параноики, поэтому любые PDF-ки в последнее время в почте рассматриваются крайне подозрительно, но самое интересное, когда я начал смотреть на исходные письма, было видно, что письмо было отправлено через сервер freemail.web.e, бесплатный сервер электронной почты в Эстонии, такой эстонский Gmail. я написал человеку в ответ, слушайте, ну я все, конечно, прекрасно понимаю, книжку почитаем, после того, как ее проверим как следует, только почему вы используете бесплатный сервис почты? Он сказал, ну да, у нас как бы весь эстонский вот этот центр киберугроз пользуется этим бесплатным эстонским сервером, да, мы НАТО, ну и что? Вот, собственно, можете сами судить, насколько это является отражением действительности, да, и профессионализма возможно тех людей, которые пытаются заниматься киберзащитой. В общем, топ-5 я тут не назову, но наиболее, наверное, ключевые места я вам осветил. А мы там, где, ну как сказали, чем меньше знаешь, тем лучше спишь. Может у них такая гальваническая развязка? Нет, в книге ничего заложено не было, если кому интересно, могу потом дать почитать. Последний, вопрос. Можно я добавлю, что с точки зрения оборонительной стратегии, наверное, лучшая киберармия это российская, потому что нас атаковать никто не будет. А самый лучший как бы выигранный бой считается тот, который даже не начинался. Поэтому нам опасаться пока нечего. Ну, на самом деле у меня не столько вопросов, сколько, если есть возможность, я поделился бы, так сказать, некими мнениями, мнениями и соображениями по этому. Микрофон. Ну, коротко только, да. Но для меня очень отрадно, что вот этот квартет, который мы сегодня слушаем, он произносит очень важные слова, что вот киберугрузы, они на самом деле обращают наше общее внимание на то, что это носит поистине системный характер. И, в общем-то, заниматься только с программной точки зрения, только, допустим, вот с точки зрения оборудования, этого уже мало, потому что проблемы безопасности, они в значительной мере носят организационный характер. и не случайно, скажем, попытки называть их системами безопасности, они особо успеха не имеют и не будут иметь, потому что они являются в значительной мере организационными системами, потому что там доля участия человека очень высока, а отсюда нет, 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 высока, 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 потому что окончательное решение все равно будет там человек понимать, безопасно или опасно, и работать или не работать. Вот, по этой причине мне думается, что очень важно было бы все-таки посмотреть теперь не только снизу, как идет сейчас вот играть, продолжать в Лего, а посмотреть и с точки зрения хороших системных моделей, систем в целом и месте вот под системой безопасности или службы безопасности в них, и в частности занятие вот теми проблемами, которые вы, в общем-то, в квартете обозначили. Спасибо. Я думаю, что так как время вышло, некое резюме от главного антивирусного эксперта, если возможно, вообще итог сессии, к чему мы пришли или не пришли. Знаете, у меня довольно смешанные ощущения сейчас, поскольку с одной стороны вроде бы понятно, что проблема существует, есть примеры того, какие проблемы могут быть у нашей страны в том числе, несомненно, есть уязвимости, несомненно, есть какой-то, с моей точки зрения, просто зоопарк, в том числе операционных систем в российских различных ведомствах. Здесь у нас и МСВС используется в одних структурах, в других структурах используются операционные системы там в реальном времени другие, что-то мы начинаем делать свое для персональных пользователей. Я вижу все-таки, реально, с моей точки зрения, как мне кажется, я наблюдаю отсутствие четкой стратегии, именно стратегии на государственном уровне. Я не вижу, честно говоря, предпосылок к тому, к убеждениям в том, что угроза, возможно, существует, но нас она не касается. В любой момент, в любой момент, это может случиться. Давайте это признаем. Потому что признание, да, это уже первый шаг к пути, так сказать, решение данной проблемы. Считать, что России никому неинтересно, нас атаковать никто не будет, конечно же, наверное, можно. Но все-таки. Но все-таки. На этой оптимистичной ноте, на этой оптимистичной ноте, я хочу поблагодарить всех экспертов, которые участвовали сегодня на панели. Алексей, Алексей, Гарольд, Александр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!